Донбасс Реалий Донбасс Реалий Донбасс Реалий Донбасс Реалий Есть порядка 290 голосов, в том числе фракции Блок Петра Порошенко. Я не поддерживаю это решение, мы позже об этом поговорим, я думаю. В 290 голосов и сейчас ведут консультации с некоторыми фракциями, в частности Батькивщина, радикальная партия, чтобы те все-таки поддержали это решение. Ну и я не знаю, где-то будет порядка 300 голосов на границе балансировать. Надеюсь, все-таки это решение не пройдет и самое главное, чтобы фракции сохранили свою принципиальность и не прогинались под какие-то авантюры. Это абсурдно, когда депутат какой-то конкретный голосует в первом чтении против, а во втором чтении будет голосовать. Это какая-то политическая конъюнктура, вы думаете? То есть от этого будет зависеть дальнейшее политическое будущее людей? Мне кажется, все равно, что с Черноморским флотом. Те, кто голосовал за то, чтобы оставить его, либо вывезти. То есть этот вопрос настолько же принципиален для украинского парламентаризма? Абсолютно принципиален. Более того, это понимаете вы как тончанин, это понимаю я как выходец из Донецкой области. Но, к сожалению, есть ряд депутатов, о которых принципы, да, это какие-то чуждые, непонятные явления. Поэтому здесь, конечно, особая роль будет отведена общественным организациям, средствам массовой информации, чтобы они освещали эти вопросы. Кто голосовал раньше в первом чтении против этого решения и сейчас проголосует за. Егор, изменит ли это что-то вообще, принятие этих изменений, либо же какое-то игнорирование их, я имею в виду, конкретно на практике людей? Это касается блокпостов, пересечения линии, разграничения, либо это совершенно другая сфера интересов и ответственности? Смотрите, я еще раз повторю, что я первый раз, я не изменяю своим принципам, позициям, я голосовал против этого решения, я не навязываю свою какую-то позицию, но давайте вместе подискутируем, да. Предположим, парламент в конце января примет решение об изменении в Конституцию, предположим, даже будут проведены выборы на этой территории. Что это изменит? Каким-то образом возобновит контроль Киева над этими территориями? Абсолютно нет. Каким-то образом приостановит войну? Тоже мы не имеем таких гарантий, возможно, на какой-то период заморозят. Более того, если выборы там пройдут, это легализирует тех представителей, которых мы сейчас называем террористами, Пушилиных, Гиви, Моторол и так далее. То есть они пройдут в какие-то советы, будут называться какими-то, скажем, органами государственного. Но часть из них в Верховную Раду может попасть. Часть из них в Верховную Раду может попасть, абсолютно верно. Более того, это на Киев наложит определенные обязательства по финансированию этих территорий, выплат социальных гарантий, пенсии, стипендии и так далее. Снимет с России определенное финансовое отягощение, поскольку Россия сейчас вынуждена контролировать эти территории финансово. И следующий момент. В Минских соглашениях написано о том, что будет отведение тяжелого вооружения, но никак не выведение. Кому будут подконтрольны эти Грады, Тюльпаны, Акации, Буратино и так далее. То есть очевидно, что они будут подконтрольны террористам. И самый главный принципиальный вопрос, если выборы там пройдут, это будет означать, что Минск-2 реализовался. Выборы признает Россия, выборы признает Запад и выборы будет вынуждена признать Украина. А это значит, что Россия имеет полное право требовать от Запада снятия санкций. Поэтому я перечислил вам эти вопросы, на часть из которых нет ответа, а часть из которых ответ не в пользу Украины. Поэтому в любом случае принятие этого решения будет не в пользу Украины и как результат не в пользу украинских граждан. Мы еще вернемся к этой теме. Сейчас предлагаю и вам, и зрителям посмотреть, как живут люди в этой ситуации, в которой оказалась и Украина, и весь Донбасс. В июне прошлого года Украина полностью прекратила поставки товаров в оккупированные районы Донбасса. И спустя 7 месяцев областной центр Луганск встречает пустыми рынками и закрытыми магазинами. Жители города к тяготам привыкли, но страдают от отсутствия сообщения с остальной большой Украиной. Уганчанин Алексей, несмотря на полтора года военного конфликта, не хочет терять связи с друзьями и родственниками с большой земли. Он пытается передать родным в Харьков посылку, но сделать это в Луганске не так-то просто. Очень жаль. Почтовые перевозки, таких как была новая почта, автолюкс, где можно было предоплатой без проблем послать посылку в любую точку Украины. Сейчас это очень проблематично, так как ничего не работает. Передать сумку можно через водителя автобуса, но стоимость такой посылки в разы больше, чем была когда-то на новой почте. К тому же гарантии доставки никаких. Сумка в Харьков, к примеру, обходится в 600 рублей, в Киев – 800. Это почти половина стоимости проезда из Луганска в эти города. Проезд, к слову, тоже недешев. Если я раньше ехал на Харьков поездом меньше суток, то сейчас эта мне дорога обошлась в трое суток. И это довольно-таки недешево. Тысяча рублей, скажем так, для нынешних зарплат – это много. Из-за отсутствия грузоперевозок страдает и бизнес. Товар с территории Украины сегодня практически не завозится. Из-за этого многим пришлось замораживать свое дело или же вообще закрываться. Не работают банки, на прилавках все больше товаров из Российской Федерации. Сегодня в Луганск легче привезти детский журнал из Омска, чем из Харькова или Днепропетровска. Торговать украинской периодикой запрещают сепаратисты. Вы думаете, что я тут крамольными газетами тормолюсь? Тем временем луганчане продолжают затягивать пояса. В январе подорожал проезд в городском транспорте с 6 до 10 рублей. Убрали льготы для пенсионеров. Теперь бесплатно в луганских маршрутках могут ездить только дети. И представители так называемой полиции ЛНР. Пенсионеры, которые работали всю свою жизнь, не могут сейчас поехать и купить себе кусок хлеба. Жизнь в замкнутом мирке не сахар. Для многих связь с украинскими родственниками – вопрос выживания. И пока здесь не теряют надежды, что жителям оккупированных районов разрешат хотя бы получать и отправлять посылки. Мы остаемся одной единой страной и хотелось бы, чтобы эта проблема была решена у нас и в нашем регионе. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев, Дедонбасс Реалии, Радио Свобода. Итак, Егор, поможет ли что-то изменить законодатель, то есть вы, как народный депутат, в ситуации с таким игнорированием проблем жителей и граждан Украины, оставшихся в оккупации со стороны большой Украины? Ведь все-таки даже из этого сюжета видно, что и этот человек-герой, я думаю, многие наши земляки хотят, чтобы больше их мнения были слышны в официальном Киеве. Или же это политически больше какие-то игры, интриги, разбирательство этой ситуации? Что можно сделать более конкретно по направлению к этим людям? К сожалению, на той территории сделать практически ничего нельзя. В этом сюжете мы видели о том, что были закрыты коммерческие почты, перевозчики, но ведь это не вина Киева, не вина Порошенко, не вина Яценюка. Это вина того режима, из которого капитал вынужден был убегать. А почему убегать? Фактически оккупационных администраций. Да, абсолютно верно. Потому что этот капитал разграбляли, почты ограбляли, деньги забирали, поэтому те представители просто вышли из этой территории, поскольку работать в таких условиях невозможно. Но видите, все равно на этом кто-то наживается. Сумка 800 гривен отправить из Луганска. Я согласен, на этом наживаются такие себе своего рода спекулянты в этом отношении. Что может сделать и вы, и обязано делать и правительство, и парламент, это предоставлять все возможные условия на действующей проукраинской территории, которая подконтрольно по факту Киеву не оккупирована. Вот в этом план действий, так или иначе, с помощью и наших усилий, он где-то реализуется, хотя с трудом. В силу и отсутствия финансов, и в силу отсутствия некого понимания и желания правительства. Поэтому иногда правительство приходится в буквальном смысле трясти. Нужен ли особый статус Донбасса, узнавал журналист Донбасс Реалии, который опросил жителей Мариуполя. Честно говоря, для меня идея предоставления там какого-то отдельного статуса, ну, не знаю, мне кажется, эта идея не поддержит, как говорится, свои жизнеспособности, потому что я считаю лично, что страна, она должна быть целостная. То есть отдельные регионы, отдельные какие-то там области, все равно это единое государство, единый народ. Я поддерживаю это мероприятие и считаю, что это как экономическое, политическое, чисто житейское, оно должно быть в составе Украины, но должна обращать внимание на наш регион. Донбасс должен быть Донбассом, как он был и, ну, что еще сказать. Донбассом в составе Украины, Донбассом, а вообще автономным регионом, Донбассом в составе России, как? Донбассом без России. Надо отгородиться от этой Лугандонии, и пусть что хотят, то им и делают, и пусть там Путин их, Захарченко кормят. Вот. Кто хочет, тот уже переехал. Кому надо помочь, а пусть они там живут и пи как хотят. Никакого не надо особый статус, как он был с Украиной, так и должен быть с Украиной. А какой там статус, я не могу вам сказать. Я не представляю Украину, разделенную на какие-то части. Хотя я русская. Даже видно из этого опроса, что мнения весьма неоднозначны. Точно так же мнения Верховной Ради о децентрализации тоже могут приводить к различным спорам, конфликтам и стычкам в сессионном зале. Егор, какие прогнозы, как будет ваша фракция себя вести, когда коснется вопрос децентрализации, даже хотя бы по ощущениям. Смотрите, если мы говорим о децентрализации в целом, я поддерживаю этот вопрос. Если мы говорим о предоставлении особого порядка местного самоправления, а именно так звучит эта формулировка. Я уже подчеркнул риски, что будет, если мы на это пойдем. Я убежден в том, что это решение только усугубит ситуацию и никоим образом не приостановит войну и не разрешит того конфликта. К большому сожалению, у фракции Блока Петра Порошенко есть решение голосовать и поддерживать инициативу президента. Есть порядка 10 депутатов с каким-то особым мнением, особой позицией, в том числе и я. Я все-таки на фракции буду убеждать коллег не поддерживать это решение, точнее поддерживать, но без этой правки особого порядка местного самоправления. И все-таки надеюсь, что это решение не пройдет. Вопрос, что делать после этого, мне кажется, ответ очевиден. Первое. Украина не должна выполнять Минские соглашения в одностороннем порядке. Если открыть Минские соглашения и посмотреть внимательно на них, то первый пункт говорит о прекращении огня. Если прекращения огня нет, то о проведении каких-то выборов даже думать не имеет смысла. Второе. Стараться привлечь в новый формат проведения переговоров как можно больше влиятельных международных геополитических субъектов, в частности Соединенные Штаты Америки, в частности Великобританию. И третье. Принципиально важный для нас момент. Сразу озвучивать на этом формате, что мы не будем размениваться на территориальную целостность, мы не будем разменной монетой в вопросе изменения в Конституцию. И четвертый формат – это усиливать подгруппы. Вы знаете, что есть Минская площадка договоренности, там работают различные подгруппы. И, к сожалению, с украинской стороны даже нет ни единого представителя Донеччины. Я не говорю там… Непосредственно жители территориальных громад, самих есть только представители сепаратистских. Абсолютно верно. Поэтому в этом отношении эти подгруппы нужно усилять и в таком контексте, и в таком формате работы. Существуют какие-то механизмы влияния в целом на то, чтобы туда входили представители общественных организаций либо же территориальных громад из того же Донецка, и как им можно на это повлиять? Ну, к сожалению, этим вопросом руководит президент, исключительно президент. Он, по сути, отдал свои полномочия нашему представителю с украинской стороны Леониду Кучме. И вот в этих рамках развивается ситуация. Я поднимал и в парламенте этот вопрос, и буду поднимать таким образом, чтобы повлиять на эту конфигурацию. И действительно учли мнение и представителей жителей Донбасса, ну, лидера общественного мнения хотя бы включили в эти переговорные группы. Мне кажется, от этого позиция вот этих подгрупп и позиция минской группы только должна усилиться. Пока же ситуация на Донбассе не меняется, и мнения обычных людей особо не слышатся. В официальных ведомствах и источниках. И вот уже год, как на Донбассе работает так называемая пропускная система, тот режим, который начал действовать 21 января, прошлого года существенно отличается от нынешнего. Раньше пропуски выдавались не только на людей, но и на транспорт. Были в бумажном виде, документы на него заполнялись от руки и только в присутствии заявителя. А с лета прошлого года весь процесс оформления и получения пропуска преобразился в электронный вид. Наши корреспонденты из Луганской области следили, как эволюционировала пропускная система. Станица Луганская – единственный пункт пропуска в Луганской области. До неподконтрольной территории от КПВВ люди здесь добираются пешком. Однако путь в оккупированный Луганск открыт не для всех. Для того, чтобы перетнуть контрольный пункт въезда и выезда, тут необходимо иметь при себе паспортный документ и данные на особу должны быть внесены в электронную базу данных. Так называемый пропуск, электронный пропуск. При наличии пропуска механизм пересечения условной границы нехитрый. Процедура проверки на КПВВ занимает несколько минут. Вносим в базу данных, проверяем, если соответствует, в базе данных есть, ставим печать и гражданка идет на контрольную территорию. Вот такой бумажный пропуск для пересечения линии разграничения выдавали до июля прошлого года. Тогда, чтобы его получить, нужно было заполнить несколько бланков, клеить фотографию и отвезти документы либо на первый блокпост Станицы Луганской, либо в координационный центр сектора А в Старобельске. Теперь бумага и ручка нам не пригодятся. Весь процесс подачи документов и оформления пропусков стал электронным. Наталья со Станицы вернулась из оккупированного Луганска. Там у нее живут дети. Как только осенью заговорили об открытии пешей дороги туда, сразу занялась оформлением пропуска. Документы подавала через интернет. Намного лучше. Намного лучше. Не надо бумажки оформлять. Пришел и сел в интернет. Или пошел в госминистрацию к нам в Станицу. Заполнил бланок. В течение 10 дней тоже самое пришло. Была такая проблема, даже я заполняла сама лично. У меня была неправильная одна буковка. Я заказала, перезаказала, через трех дней пришел назад ответ. Однако не всем удается оформить электронный пропуск быстро и без проблем. Луганчанин Андрей признается, прежде чем получить разрешение на выезд из Луганска, изрядно понервничал. Его документы постоянно терялись. Я подал пропуск в конце апреля. Подавал документы три раза. Они терялись где-то, пропадали куда-то. В итоге в конце июля я его получил. Если бы он оформлялся, действительно, как говорят, в течение 10-дневных сроков, тогда да. А насколько я знаю, гораздо дольше это все оформляется. Я не вижу разницы между бумажным и электронным. Единственное, что бумажный проще подделать, а электронный уже в базе никак его не подделаешь. Представители ОБСЕ пересекают КПВВ без пропусков. Это уже не первый их поход из Луганска в станицу. Рассказывают, претензий к системе пропусков у них нет. Гораздо больше их волнуют очереди. Мы уважаем те правила безопасности, которые установлены украинской стороной по пересечению моста. Мы не предлагаем эту пропускную систему полностью отменить. Но чтобы эта система была правильной, нужно правильно рассчитать время работы КПП, чтобы не было очередей при пересечении. Виктория Ковалева, Петр Ковалев. Для Донбасс Реалий. Радио Свобода. Егор, что можно сказать об изменении системы пропусков на оккупированную территорию? На сегодняшний день это актуально в Верховной Раде или же эти вопросы не рассматриваются? Вы знаете, к большому сожалению, система пропусков, скажем так, регламентируется в системе подзаконных актов. То есть парламент не может принять специальный закон, а служба безопасности, антитеррористический центр за счет своих подзаконных актов принимает подобные решения. С одной стороны, вы знаете, хорошо, что ввели электронную систему подачи пропусков. Действительно, это для некоторых людей, подчеркну, для некоторых людей удобнее, проще и быстрее. С другой стороны, даже из вашего сюжета было понятно, что большая часть людей, пересекающих территорию, это далеко не молодежь и даже люди не среднего возраста. Это люди пенсионного возраста, пожилые люди, которые, возможно, даже не умеют пользоваться ни компьютером, ни интернетом. Еще больше 10 месяцев назад я входил в специальную группу при службе безопасности Украины, рабочую группу, которая разрабатывала все необходимые механизмы для того, чтобы по пересечению вот этой границы. Мы тогда наработали материалы и настаивали на том, что единственный пропуск, который должен быть, это паспорт гражданина Украины. Ты показал паспорт, синхронизировались данные с пограничной службой и тебя пропустили. Почему до сих пор служба безопасности, антотеррористический центр не принял эту систему? Я до сих пор не знаю и не понимаю этого решения. Буду настаивать на том, чтобы эта система внедрялась и людей, ну извините, не просто не издевались над ними, что они 10 дней ждут этого пропуска, то есть в течение 10 дней этого пропуска нет и людей не проходят. У меня к вам последний вопрос. Президент США Барак Обама заявил, что необходимо искать способы для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Если предположить, что завтра такие выборы состоятся в Донецке, вы туда поедете баллотироваться и ваша политическая партия участвовать в этом процессе? Еще раз подчеркну, что если проведутся там выборы, то это никоим образом не решит ситуацию. Киев не будет контролировать эту территорию, войну это не приостановит, наложит на Киев финансовые отягощения, легализирует сепаратистов и снимет впоследствии с России санкции. Поэтому подчеркну финальный раз, я не верю в эти поправки, я не верю, вот действительно лакмусовой бумажкой для меня будет являться то, что смогу ли я приехать в Донецк и, например, как представитель Донецка, проживший там 25 лет, баллотироваться условно в мэры. Я этого сделать не смогу, поскольку мое пребывание там будет угрожать мне жизни. Спасибо за участие в сегодняшней программе. Егор Фирсов, народный депутат Украины, член парламентской фракции Блок Петра Порошенко, был сегодня гостем студии Радио Свобода. Нашим зрителям напомню, что этот выпуск программы Донбасс Реалии доступен на сайте Радио Свобода. Также там доступны все предыдущие выпуски нашей программы. Вы можете также подписаться на Донбасс Реалии в социальных сетях или следить за новостями на сайте Радио Свобода. Сегодня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин